Новости в эфире. В студии Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. Новости в эфире. Новости в эфире. Новости в эфире. Например, такие торговые маршруты, как «Один путь, один пояс» получат новый виток. Будут созданы рабочие места, и экономику, безусловно, получат большой импульс. Сегодня казахстанцы празднуют День единства народа. Праздник, ставший символом дружбы и согласия всех этносов нашей большой страны. Только в Жамбулской области проживают представители 87 этносов. Они изучают государственный язык, чтят обычаи и традиции казахского народа и вносят весомый вклад в развитие региона. А еще представители этнокультурных объединений всегда помогают нуждающимся. Гуманитарная помощь на 56 миллионов тенге была отправлена пострадавшим от паводков. Фаридан Акыш – директор одного из городских колледжей. Воспитанию студентов она посвятила больше 20 лет. Рассказывает, что всегда старается привить молодому поколению любовь к национальным обычаям, государственному языку и взаимоуважению. На этом строилась и ее семья, где чтят казахские и татарские традиции. Первое время приходилось где-то что-то учиться чему-то. Тогда интернета не было, мало было литературы. В гости ходила и смотрела, как же подается. То есть вот это вот все впитывало в себя и старалась так же принимать гостей, учиться всему этому и научила своих дочерей. И научила двум культурам – и казахская, и татарская. Гулам Умаров возглавляет областной центр крови, который является одним из передовых в стране. Ежегодно здесь сдают кровь порядка 16 тысяч человек. Быть врачом он мечтал еще со школьной скамьи, решив пойти по стопам отца. Сегодня своей главной миссией считает помогать людям и быть полезным в родине. И ежегодно более 4 тысяч с половиной человек в Жамбулской области спасаются благодаря донорам. И ассамблеи всегда в первых рядах приходят помочь кому-то. Будь это тяжелый пациент, будь это необходимость еще какая-то, то же самое волонтерство. Ассамблеи всегда впереди. Они первые откликаются на помощь и желанием помочь, оказать помощь, поддержку ближнему. И я думаю, это дух вот единства. Всего в Жамбулской области функционируют 75 этнокультурных объединений. Большая часть их проектов направлена на оказание помощи нуждающимся. Благотворительные мероприятия стали доброй традицией, отмечают представители ассамблеи. Поддержку в этот раз оказали пострадавшим от паводков. Наши представители ассамблеи были в числе первых, которые откликнулись на эту беду. Для нас ни одна беда не остается незамеченной. Представители этнокультурных объединений Жамбулской области отправили гуманитарную помощь пострадавшим от паводков на 56 миллионов 700 тысяч тенге. Продукты питания, средства гигиены, матрасы, подушки, то есть то, что было необходимо. В регионе проживают представители 87 этносов. По их численности область занимает второе место по стране. Представители этнокультурных объединений вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия. Анастасия Сулейманова, Тимур Саилхан, Эльдар Бадильда, Тарас 24КЗ. Каждая пятая новая семья в Казахстане создается представителями различных этносов. Но у них общие семейные ценности, на основе которых они строят будущее. Удивительные истории любви расскажет Вячеслав Фетлугин. Дилноза Гумарова приехала в Казахстан на заработки из Узбекистана. Но обрела здесь то, что деньгами не измерить большую крепкую семью. Вместе с супругом воспитывает семерых детей и построила успешный бизнес. Гостей Гумаровой встречают с казахским размахом за общим Дестарханом. Чтобы салат сделать, сперва надо почистить огурцы, а потом уже нарежем. Ко всему прочему, Дилноза еще и талантливая рукодельница. Она одна из немногих мастериц Усть-Каменогорска, кто шьет национальные платья с исторической точностью. Наряды от Дилноза разбирают для свадебных торжеств. Но я хоть боюсь, я делаю. У меня характер такой. Я падаю, я встаю, голову поднимаю, иду. Вопреки ко всему. Муж говорит, ой, ты, например, бывает же мужики говорят, зачем тебе это надо? Зачем себя отвоешь? Нет, я спит. Когда он мне вот такие слова говорит, я, нет, я должна. Поэтому и супруг Дилнозы жал газ, не раздумывая, сделал выбор с первого взгляда. Их крепкому семейному союзу уже 15 лет. Прошили у родителей, спросил, и прилетел к нам. Потом еще, как настоящие казахские обычаи, обоюдно. Ростов договорились. Таких же семейных традиций придерживается и семья Русланбек-Улу из города Серебрянска. Русская Татьяна и Кыргыз Бекетбек растят дочку Амину. Она врач, он спасатель. И в плотном рабочем графике они находят время на интервью. Говорят, это уже традиция печь блины и баурсаки, готовить бешпармак для дорогих гостей. У нас очень много праздников семейных. Это сплетение христианства и мусульманства, взаимопонимание, взаимовыручка, взаимопомощь друг другу. Мы отмечаем, наверное, все праздники, которые есть в нашем Казахстане. И во всем этом уникальная особенность нашей страны. На урыс и Пасху казахстанцы празднуют вместе. И сближаются настолько, что создают крепкие семьи, где во главе любовь и уважение друг к другу. Вячеслав Витлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-казахстанская область, 24КЗ. Медицинский поезд Саламата Казахстана отправился в путь для оказания помощи жителям отдаленных сел. В этом году он остановится на 140 станциях и на каждой пробудет два дня. Поезд оснащен современным оборудованием и лабораторией. А в составе медбригад специалисты узкого и широкого профиля. Всего около 30 медработников. Едут также психологи и юристы, которые будут проводить консультации. Проект действует еще с 2010 года. Поезд Саламата Казахстан ежегодно выезжает в разные станции, отдаленные населенные пункты нашей большой страны. Маммография в этом году впервые была установлена в данный поезд. Кроме того, электрокардиография, эхоэнцефалография, все необходимые лабораторные исследования, ультразвуковое исследование можно пройти в данном поезде. В прошлом году только порядка 90 тысяч человек в отдаленных регионах Казахстана получили весь спектр необходимой медицинской помощи. Больше 40 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома после паводков. Эти данные представители МЧС озвучили на брифинге. На сегодня в Ивакопунктах остается более 6300 человек. Спасатели и военнослужащие откачали воду из 7 тысяч жилых домов и почти 3 тысяч дворовых территорий в Североказахстанской, Атараусской и Актюбинской областях. Кроме того, в данных регионах помощь населению оказывают бригады Центра медицины катастрофы. Семь бригад Центра медицины катастрофы оказывают помощь жителям Атараусской и Западно-Казахстанской областей. Общее количество обратившихся порядка 800 человек. В эвакационных пунктах с гражданами работают психологи МЧС. На телефон горячей линии поступило 2258 звонков. Продолжают функционировать республиканские и областные оперативные штабы во всех регионах. Актюбинцы благоустраивают родной город. Жители сегодня наводили чистоту в парках и скверах, убирали территории возле памятников, высаживали деревья. В экологической акции «Таза Казахстан» активное участие принимает молодежь. Наталья Салькова продолжит. Возле центрального стадиона сегодня было очень оживленно. Однако причиной этому послужил не очередной матч с любимой командой, а субботник. Акцию «Таза Казахстан» поддержали игроки футбольного клуба «Октубе». Вместе с болельщиками они привели в порядок территорию вблизи спортивной арены. Вышли из всей команды и призываем всех болельщиков, всех людей нашей страны. Всегда охота была все лучше и лучше во всех аспектах. И чистота, я думаю, на первом месте. И это один из самых важных вопросов в мире стоит. Потому что это очень важно. Я радуюсь, что эта акция идет по всей Казахстану. Футболисты, несмотря на то, что они в выездную матч приехали, уставшие, они вышли, наши футбольские молодые поколения, вот субботник сегодня проводят, чистота, залы здоровья. Дружно вышли на субботник и представители Ассамблеи народа Казахстана. Они собирали мусор в одном из скверов, белили деревья и красили урны. Поддерживают чистоту на этой территории. Этнокультурное объединение не первый год. И уже по традиции принимают участие в подобных мероприятиях с семьями. Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Ассамблеи народа Казахстана много говорил об экологии, о том, что к Казахстану, к своей земле, к родине, к двору, где ты живешь, нужно относиться бережно. Каждый человек должен начать прежде всего с себя. Вот сегодня члены этнокультурных объединений, они таким образом вносят свою маленькую частичку благоустройства своего любимого города. Сегодня мы убираем не только этот район, но для людей это подает пример, что нужно убираться и у себя во дворах, в полисадниках. Мы делаем мир чище, и чтобы люди свободно ходили, дышали и смотрели, какая красота. С пользой для родного города провели праздничный день и студенты. Они благоустраивали территорию недалеко от аэропорта. Участники отрядов Жасл-Ель высадили около 300 саженцев тополя. Всего только за один день в разных районах города посадили 500 деревьев. В акции по посадке саженцев я участвую второй год подряд. Деревья – это легкие города. Мне нравится вносить свой вклад в улучшение экологии. К экологической акции, по словам организаторов, присоединяется все больше жителей. А помимо уборки общественных мест, молодежь помогает наводить чистоту во дворах пожилых людей. Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков, Октюбе, 24КЗ. И к событиям в мире. Сильные дожди вызвали наводнение в Саудовской Аравии. Пострадал один из священных городов Медина. Там затоплены улицы и разрушена городская инфраструктура. Из-за жаркого и сухого климата в городе не предусмотрена дренажная система, поэтому вся вода скапливается на улицах. Из-за резкого подъема уровня воды водоемах местных жителей просят не приближаться к прибрежным зонам и воздержаться от путешествий на дальние расстояния. Проверные дожди привели к наводнениям. И в столице Турции в Анкаре затопило улицы, дома и станции метро. Некоторые дороги закрыты для движения транспорта. В нескольких районах ливень привел к отключению электроэнергии. Меньше чем за сутки в координационный центр по ликвидации последствий стихийных бедствий поступило около полутора тысяч обращений. О пострадавших не сообщается. В американской Калифорнии открылся первый в США казахский детский садик. Идея создания образовательного центра принадлежит нашей соотечественнице Жанне Атабековой. По ее словам, теперь у казахстанцев, проживающих и работающих в Кремниевой долине, появилась возможность прививать молодому поколению национальные ценности и обучать казахскому языку. Помимо выходцев из Казахстана, посещать садик смогут кыргызские и американские семьи. Нам все понравилось. Мы хотим, чтобы наш ребенок получил такое же воспитание, как если бы его воспитывали бабушка с дедушкой. Этот садик важен, чтобы сохранить наш язык. Моей младшей дочери о семье 18 месяцев. Я хочу, чтобы она знала родной язык. И на этом все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин